Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале Читать Нельзя Сжигать. Сегодня у нас очередной ролик о прочитанных книгах, и я решила сделать его чуть более тематическим, рассказать вам о новинках от издательства Азбука. Строго говоря, одна новинка здесь будет весьма относительной. Это Робертсон Дэвис и его роман Убивство и Неупокоенные Духи. Уже вышла следующая часть этого, к сожалению, недописанного цикла, недописанной трилогии под названием Чародей, но ее я пока еще не прочитала, скоро прочитаю, тоже вам расскажу. И также у меня здесь две более свежие книги от Азбуки. Это Архан Памук и его Чумные ночи, которые мы читали вместе с вами, и Робин Хобб. Книга называется Дорога Шамана и относится к циклу Сын Солдата. Это, собственно, будет трилогия, на сегодняшний день уже изданы две книги. Давайте начнем с Робин Хобб, потому что, несмотря на то, что все книги из сегодняшнего выпуска, прочитанного, очень и очень классные, именно это у меня точно войдет в топ года. Это мое большое, огромное читательское удовольствие за последнее время, так что, конечно, эмоции переполняет. Для начала небольшая информационная сводка для тех, кто вообще не в теме. Наверняка вы что-то слышали про Робин Хобб, вы знаете, что это фэнтези, вы знаете, что почему-то многие любят книги Робин Хобб. Очень быстренько и коротко объясню, что Робин Хобб в России на данный момент известен в основном по своему огромнейшему циклу, состоящему из 16 книг. Это цикл о мире Элдерлингов. Цикл состоит из как бы отдельных трилогий, которые все вместе складываются в одну огромную, очень глобальную, классную картину мира. Чем интересны книги Робин Хобб? Тем, что они могут понравиться даже тем людям, которые вообще не читают фэнтези, которые любят классическую или достаточно крепкую современную литературу. Потому что в книгах Робин Хобб всегда очень большое внимание уделяется психологизму разных персонажей, а их, к слову, огромное количество, и за самыми разными их хитросплетенными связями тоже очень интересно наблюдать. Надо сказать, что такое нравится не всем. Многим не по душе постоянные страдания главного героя по имени Фитц. Многие его за это презирают. Для чего я сейчас вам все это рассказываю, ведь речь сегодня пойдет совершенно о другой книге, потому что определенно мне хочется немножко сравнить эти циклы. Для тех, кто уже хорошо знаком с книгами Робин Хобб и сейчас решает, насколько вам нужна эта книга. Но вообще-то я думаю, что те, кто с удовольствием проглотил весь цикл о Балдерлингах, особо не задумываются над тем, врать или не брать. И тем не менее, давайте сразу оговоримся, это действительно разные вещи. Во-первых, цикл о Балдерлингах — это глобальнейшая история. Вам показывают мир в разных его кусочках, все это постепенно сплетается. Здесь же история намного более простая и линейная. Что касается времени написания этого цикла, к какой части творчества Робин Хобб он относится. Первая книга была написана в 2005 году, последняя книга трилогии, которая пока еще не выпущена на русском языке, была написана в 2007. Первая же книга о Балдерлингах была написана в 1995 году, ну а последняя на сегодняшний день была написана в 2017 году. То есть этот цикл был написан где-то между делом, посреди работы над самым главным произведением в жизни Робин Хобб. Могу сразу вас успокоить, это не первая проба пера, это не какие-то неловкие начинания молодого писателя. Цикл, на мой взгляд, написан мастерски. Вместе с тем он остается более линейным, более простым для восприятия. Мне кажется, что порог вхождения в этот цикл намного-намного ниже. Лично для меня любая из саг мира Элдерлингов всегда была несколько тяжеловатой в плане вхождения. Я не сразу проникалась к героям. Да, мне, в общем-то, нравилось читать буквально с первых страниц, потому что пишет Робин Хобб весьма хорошо. Но именно какой-то любви и привязанности к персонажам я почему-то сразу не испытывала. И если с Фитцем у меня все сложилось неплохо, потому что там мой самый любимый авторский прием, мы знакомимся с ним с детства и постепенно взрослеем вместе, то во всех остальных последующих сагах Робин Хобб, в которых появлялись новые персонажи, я к ним прикипала далеко-далеко не сразу. Здесь же Хобб возвращается к моему самому любимому варианту раскрытия персонажа, и с главным героем Неваром Бурвилем мы знакомимся в его детстве. Но прежде чем мы подробнее поговорим о нем, давайте разберемся, что же собой представляет мир этой книги. Тут нужно сразу оговориться, мы привыкли к тому, что фэнтези – это в большинстве случаев средневековье. Здесь же речь пойдет об эпохе великих географических открытий. Вовсю используется огнестрельное оружие, и самое сильное королевство этого мира – Герния – захватывает все близлежащие земли, которые, в свою очередь, заселены, казалось бы, гораздо менее цивилизованными и образованными племенами. Я точно не уверена, сколько их в этом мире, но в начале, в первом томе, наше внимание нацелено на два таких племени. Одно из них проживает в степи, и судя по их верованиям, по некоторым высказываниям, я бы сказала, что это такая небольшая аллюзия на индейские племена, которые, собственно, в этой книге тоже за милую душу уничтожаются и подчиняются своей воле. Также здесь есть племя лесное, племя лесных магов, так называемых спеков, и вот они играют огромную роль в мире этого цикла. Культура и быт, и мировоззрение спеков очень сильно отличаются от всего того же у гернийцев. Если гернийцы направлены на расширение королевства, на завоевание, на какую-то индустриальность, в общем, это что-то гораздо более близкое к нашей окружающей действительности, чем мы привыкли видеть в фэнтези. В то же время спеки остаются такими детьми природы. И, конечно, напрашивается один из основных конфликтов этой книги, который нас отсылает к Покахонтес, к Аватару, ко множеству других интерпретаций данной темы. Когда новый век, когда эпоха развития, несмотря ни на что, цель оправдывает средства, вырубаются леса, подчиняются себе новые земли, и вместе с тем, да, есть какие-то коренные племена, которым все это совсем не по душе. Естественно, этот конфликт перерождается в некие военные действия, и у спеков есть одно большое преимущество. Они каким-то образом умудряются насылать чуму на гернийцев. Чем еще интересен этот мир? На чем тут все держится? Конечно, во многом и на религии. Постоянно упоминается некий добрый бог, который, как я понимаю, является таким относительным аналогом нашего христианства. И, естественно, у окружающих диких племен свои верования и свои языческие боги. Добрый бог велит так. Пусть первый сын в каждом благородном семействе становится наследником своего отца. К нему перейдет дом, имение, к нему перейдут все деньги и, собственно, все необходимые права и обязанности. Второй сын благородного семейства должен стать солдатом и послужить своему королю. Ну а третий сын становится священником. Наш главный герой, вернемся к нему, наконец-то Невар Бурвиль, как раз-таки второй сын. С самого рождения он знает, что судьбой ему готова быть солдатом. И буквально с самых младых лет отец работает над его дисциплиной, укрепляет дух и тело. Для тех, кто не любит детские линии в подобных циклах, не напрягайтесь, все это продлится совсем недолго. На мой личный вкус, Невар здесь взрослеет даже несколько быстрее, чем мне хотелось бы. И вот перед нами уже взрослые юноши, готовые отправиться в самое главное, высшее учебное заведение для солдат, а именно в Академию Кавалеристов. Оказалось, что весь первый том, за небольшим исключением начальных глав, по сути посвящен обучению Невар Бурвилям в этой самой Академии. И если здесь вы уже призадумались, а нужна ли вам эта книга, потому что читать целый довольно большой том, здесь, по-моему, 600 страниц, да, около 600 страниц, о том, как молодой человек учится в военной Академии, наверное, не самое увлекательное на первый взгляд. Отбросите эти мысли, книга действительно чудесная. Да, магии здесь немного. В основном, скажем так, она проходит очень по касательной и каких-то реальных проявлений магии в книге можно вот по пальцам буквально перечесть. Но насколько же интересным оказалось следить за процессом обучения Невара? Это и какие-то дружеские связи, это и какие-то неприятельские размолвки постоянно, это и, естественно, и конфликты с преподавательским составом. Естественно, в самой Академии тоже не обошлось без некого противостояния двух разных лагерей учеников. Не буду здесь вдаваться в подробности, чтобы вам было интереснее читать, скажу только, что это очень мощный раскол, имеющий в том числе политические корни, и из-за этого каждый ученик Академии находится в неком напряжении постоянно. Если проводить некие аналогии, говорить о том, что мне напоминала эта книга, пока я ее читала, то, конечно, в первую очередь это цикл Веры Камши, пока я там прочитал только первый том, «Красное на красном», там тоже значительная часть тома, но гораздо менее значительная, чем лично мне бы хотелось, была посвящена обучению одного из главных героев в подобной военной академии. И там, кстати говоря, был очень похожий конфликт. Вот кто читал Веру Камшу, тот прекрасно понимает, что нас встретит здесь. Также, как ни странно, читая эту книгу, я постоянно вспоминала наш русский сериал «Кадетство», который шел, кажется, когда я еще в школе училась, и я смотрела его очень выборочно, буквально некоторые серии изредка, но то, что я видела, мне было тогда интересно. Это было действительно захватывающе наблюдать за молодыми людьми, которые находятся в какой-то рамке жесткой дисциплины, а там и друзья, там и враги, там и первая любовь, там какие-то первые новые чувства, эмоции, и, конечно же, опять же, с преподавателями отношения по-разному складываются. Вот все это здесь есть. Единственное, что здесь, это еще приправлено некой долей фэнтези и прекрасным языком, прекрасной подачей от Робин Хопа. Основная удерживающая эмоция в этой книге, это, пожалуй, огромное негодование от той несправедливости, что творится, и такое же огромное ликование от маленьких побед. И, конечно, вот этот прекрасный момент, когда ребята, которые категорически не ладят друг с другом, можно сказать, такие местечковые враги, становятся на одну сторону против большего врага. В общем, все вот эти вот вкусные моменты, которые мы так любим. Своими очень общими, буквально в двух словах, впечатлениями об этом цикле я делилась в своей группе в Телеграме. Кстати, если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте. Там нет ничего суперинформативного, но можно быть в курсе того, что я читаю, что мне нравится или не нравится, намного раньше, чем видео выходят на канале. Также иногда мы там обсуждаем некоторые новости книжного мира, ну и в дальнейшем я планирую, возможно, писать там короткие рецензии на те книги, которые я прочитала. Я имею в виду письменные. Так, я немножко отвлеклась. Так вот, в группе в Телеграме я уже говорила, что цикл огонь, мне очень нравится. И у меня там спросили, похоже ли это на Элдерлингов. Я для себя вижу и сходство, и различия. Этот цикл лично для меня оказался более удерживающим. С другой стороны, в этом цикле намного меньше экшена, чем, например, в тех же волшебных кораблях. Но, возможно, он все-таки более стремительно развивается, чем, например, Королевский убийца. Что касается главного героя Невара Бурвиля, это не тот же Фитц, но это и не один другой персонаж из мира Робин Хобб. В целом, мне приглянулась некоторая деконструкция этого персонажа. Изначально, этот герой вводится как тот самый бравый солдат-молодец, с абсолютно четкими, однозначными ориентирами по жизни, который никогда не ноет, никогда ни в чем не сомневается. Невар точно знает, чего от него хочет отец, аристократия, король и сам добрый бог. Позже же, мое мнение о нем несколько раз очень сильно менялось. Возможно, для кого-то это, опять же, будет повод сказать Фи в сторону персонажа, как это было с Фитцом. Для меня же это было просто прекрасно. Я психологизм, обожаю неоднозначных персонажей. Еще один момент, кстати, который обязательно нужно оговорить, это то, что название этой книги и оформление обложки, я бы сказала, категорически не соответствует тому, что внутри. Во-первых, вот этот дракон или, как мы поняли с вами, это скорее Виверна. Никаких драконов, никаких Виверн в этом мире нет. Я сейчас продвигаюсь по второму тому и все еще никаких намеков на подобный бестиарий. Честно говоря, я на 99,9% уверена, что ничего подобного здесь и не будет, потому что иначе уже какие-то намеки бы 100% были. В этом мире существует магия, но это именно магия племен, никаких вот такого плана подобных магических существ здесь вообще не упоминается. Так что, думаю, это просто ради красоты картинки, но, честно говоря, на мой взгляд, это несколько сомнительное решение. К слову, оригинальные обложки к этому циклу Робин Коб гораздо более скромные по содержанию. На первом томе там всего лишь конь, на втором томе там всего лишь рыбка. И мне кажется, это было бы вполне хорошим вариантом. Ты сразу знаешь примерно чего ждать, во-первых. Во-вторых, мне, в общем-то, нравится такой какой-то душевный минимализм. Но что поделать, дракон значит дракон, издательство виднее. В конце концов, для нас с вами важно, чтобы цикл продавался, чтобы последующие книги циклы издавались, чтобы мы с вами все могли собрать их на своих полках. И также название Дорога Шамана. Имейте в виду, что вот этого пути шамана, который лично я ожидала в этой книге, его практически не будет. Из этого названия я почему-то ожидала от книги, что большая часть тома будет посвящена скитаниям главного героя по лесам, обучению магии, вот что-то в этом роде. Но нет, здесь военная академия и просто минимум, самый минимум магии. Просто имейте это в виду, чтобы ненароком не разочароваться. Но для меня лично вот этот поворот стал даже приятным. Это было что-то такое нетривиальное для фэнтези. И также отвечу на вопрос, который многие задавали, можно ли начинать знакомство с Робин Хобб с этой книги. Можно, и я даже считаю, что нужно. Дело в том, что этот огромный цикл на 16 томов о мире Элдерлингов, во-первых, не каждый захочет в него влезать. Это слишком длинный цикл для многих. Уже после того, как вы полюбите Робин Хобб, вы наверняка захотите. И также есть такой момент, что самая первая сага из мира Элдерлингов, она очень неспешная, она, на мой взгляд, более неспешная, чем вот здесь. Из всех саг Робин Хобб именно эта первая наиболее такая не для всех, для своего читателя. Так что вы можете просто сломаться от первой же книги. Конечно, все это максимально субъективно, и я более чем уверена, что спустя время, когда многие ознакомятся с этой книгой, я еще отхвачу в комментариях кучу претензий, что нет, история офицей, шуте прекрасная, а это вообще невозможно читать. Все и всегда субъективно. Но тут я могу вам порекомендовать, как и всегда, прочитать ознакомительный фрагмент буквально по первым трем-четырем страницам. Вам, скорее всего, все уже будет ясно. У меня же цикл однозначно отправляется в любимое. Знаете, за долгое время это первый случай, когда я смотрю и думаю, блин, всего лишь трилогия. Я смотрю и думаю, всего 600 страниц, вот бы здесь было 800 или 900. Конечно, возможно, это все сыграло бы не на руку книги, это было бы более затянуто, чем есть. Именно в таком объеме все прекрасно. Но, тем не менее, это тот самый момент, который, наверное, не так уж часто случается в жизни многочитающего человека, когда, да, просто не хочется, чтобы книга заканчивалась. Очень рекомендую, друзья, обратите внимание, не проходите мимо, покупайте и сразу читайте. Сразу читайте, обсудим в комментариях. Движемся дальше, друзья. У меня в руках книга Робертсона Дэвиса «Убивство» и «Неупокоенные духи». Сразу забежим вперед и подумаем о том, стоит ли начинать знакомство с автором с этой книги, как это было у меня. Конечно, я не могу дать вам точного ответа, потому что с предыдущими его более известными и более широко признанными, что ли, трилогиями я не знакома. Но могу сказать так, мне книга в целом понравилась. Да, без особых восторгов, но на четверочку. Никакого лютого разочарования, как некоторые другие читатели, я не испытала. Неоднократно встречала мнение, что относительно других работ Дэвиса это вещь очень слабая и, прямо говоря, скучная. Возможно, это как раз тот случай, когда стоит начать с более слабой работы для того, чтобы потом прочитать что-то еще более крутое и не разочароваться от первой книги. Давайте быстренько вспомним. У Робертсона Дэвиса есть две очень известные трилогии. Это Депфордская и Корнишская трилогии, которые выходили у Азбуки в серии «Большие книги». В одном томе сразу вся трилогия. Очень удобно. Так же, как и здесь, на обложке там были иллюстрации Ольги Закис. Всегда прекрасные, всегда великолепные. На мой взгляд, кстати, у этого тома самая обалденно крутая обложка. Этот роман является частью запланированной автором трилогии, которая, к сожалению, не была дописана. Он успел дописать только два романа, собственно, «Убивство» и «Чародея», за которого я тоже скоро возьмусь обязательно. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, насколько я поняла, две эти книги не то чтобы очень сильно связаны между собой. Да, там есть какие-то общие персонажи, но в целом и ту, и другую можно читать как отдельную историю. Теперь давайте, друзья, наконец-то переходить к сюжету, и я думаю, что самым логичным будет для начала просто прочитать вам аннотацию в данном случае. «Печатники находят по опыту, что одно убийство стоит двух монстров и не менее трех неупокоенных духов», писал английский сатирик 17 века Сэмюэл Батлер. Но ежели к убийству присловокупляются неупокоенные духи, никакая другая повесть с этим не сравнится. Это, собственно, эпиграф к данному роману довольно забавным. Я его нахожу, здесь немножко отвлечемся. Почему же у нас на обложке вот эта вот странная ошибка в слове «убийство»? Дело в том, что в оригинале, в названии этого романа используется как раз-таки старое написание данного слова, которое встречалось и в цитате Сэмюэла Батлера в 17 веке, так что все логично. Движемся дальше по аннотации. И герою данного романа предстоит проверить эту мудрую мысль на собственном опыте. Именно неупокоенным духом становится в первых же строках Конор Гилл Мартин, редактор отдела культуры в газете «Голос», застав жену в постели с любовником и получив от того своего подчиненного театрального критика дубинкой по голове. И вот некто неведомый уводит душу Конора сперва в 18 век, который по масштабам всей истории человечества был практически вчера, и на этом не останавливается. И вот уже фирменная Дэвисовская машина времени разворачивает перед нами красочные картины прошлого, исполненные чудом и азарства. Что могу сказать? Из этой аннотации и также из первых глав данного романа у читателя складываются совершенно определенные ожидания. Начало романа, а здесь всего лишь два абзаца, звучит так. «Я сроду так не изумлялся, как в тот миг, когда нюхач выхватил доселе скрытое орудие, ударил меня, и я упал. Откуда я знаю, что умер? Мне показалось, я вернулся в сознание через долю секунды после удара. Я услышал, как нюхач произносит. Он мертв. О, Господи, я его убил. Моя жена стояла на коленях рядом со мной, она пощупала пульс, прижалась ухом к моей груди и произнесла с самообладанием удивительным, если принять во внимание обстоятельства. Да, ты его убил». Собственно, с первых строк видно, что писать Дэвис умеет, переводчик также справляется со своей работой, и мы с вами ожидаем довольно динамичное, бодрое повествование, написанное современным языком от первого лица человека, который несколько в шоке от того, что он только что стал призраком, его жизнь очень неожиданно завершилась, и, естественно, наши с вами читательские ожидания двигаются строго в определенном направлении. «Чего ждала я?» Знаете, такой своеобразной адаптации фильма «Призрак» 1991 года с Патриком Суэйзи. Наверняка вы его смотрели, а если нет, то почему? Я думала, что это будет подобная история о том, как человек почему-то задержался в нашем мире после смерти, бродит по городу, пытается как-то осознать себя в новом теле, если можно так сказать, следит за следующей жизнью своих близких людей. Да, не спорю, в аннотации была заявлена Дэвисовская машина времени, и, конечно, я ожидала некоторое количество флэшбэков, но я думала, что они будут лишь немного раскрывать нам персонажа, его роль, его жизнь. В общем, я очень сильно ошиблась. На самом деле, в этой книге мы видим совсем небольшое вот это вот бодрое, динамичное и крайне увлекательное вступление от лица персонажа. Мы видим, как его провожают в последний путь, мы видим реакцию его жены, реакцию убийцы, мы видим, как в нашем главном герое созревает самая настоящая месть, вот эти вот стейнбэковские грозди, гнева в нем зреют. Мы видим здесь сразу сходу некоторые религиозные библейские отсылки на Каины и Авеля и так далее, и все это в дальнейшем будет только развиваться. Но начиная примерно с 80-й страницы, то есть с самого начала книги на самом деле, все мои читательские ожидания были просто разрушены и растоптаны. Я не могу сказать, что книга стала от этого плохой, просто она не оправдала того, чего я от нее ожидала. Я получила совершенно другую книгу. Дело в том, что после собственных похорон главный герой решается преследовать убийцу, по возможности как-то ему отомстив, став таким злобным преследующим духом. У него это не то, чтобы получается, но он следует за убийцей, кинокритиком на фестиваль кино. И там начинает происходить некий весьма артхаусный сюрк. Убийца смотрит известные фильмы, фильмы Эйзенштейна, Параджанова, кстати, за что спасибо книге, захотелось пересмотреть фильмы Параджанова. Ну а наш главный герой из этих фильмов успевает выхватить буквально самые первые кадры и титры, и тут картинка для него меняется, и он начинает как бы параллельно видеть сразу два фильма. Один фильм это как раз то, что транслируется в зале для собравшихся кинокритиков, ну а второй фильм явно был снят и смонтирован исключительно для главного героя. Перед главным героем в кинотеатре будет разворачиваться самая настоящая семейная сага по всем канонам. Его семейная сага. Именно за своими предками он будет наблюдать. И да, вот эта тема того, что мы на самом деле очень мало знаем о своих прабабушках, прапрадедушках и еще более дальних по хронологической линии родственниках, она в романе довольно хорошо преподнесена. Главный герой проживает жизнь вместе с этими людьми, он может история Америки, ее в книге действительно немало. События семейной саги начинаются в 1776 году, то есть мы с вами видим военный конфликт между Британией и Америкой. В последующем здесь также будут затронуты темы эмиграции, причем эмиграции разных людей из разных стран, но начинается все с того, что побежденные британцы бегут в Канаду и вместе с ними одна из главных героин этой истории, ей приходится ни много ни мало захватив все самое ценное вместе со своими детьми сплавляться на каное. И надо сказать, что эта история, несмотря на то, что мне пришлось с грустью вздохнуть и оставить все свои надежды на прекрасные истории о привидении, эта история была очень классная. Но, к сожалению, слабой стороной этой книги для меня стало то, что вот эти герои семейной саги очень уж быстро сменяли друг друга. Возможно, вас также, как и меня, будет несколько раздражать этот момент, что вы только-только заинтересовались героями и вас переключают на других. Из-за этого лично у меня не получилось проникнуться по-настоящему какой-то эмпатией к этим персонажам. И вот ведь супер неловкий момент. Несколько раз главный герой, призрак, говорит, что герои обнялись и прорыдались, и он рыдал вместе с ними. И да, не рыдала только я. Чтобы вы понимали, я вообще в книгах та еще плакса, это мой вариант психотерапии. Я люблю поплакать и над острыми драматическими сценами, и даже просто над какой-то легкой трогательной сценой я могу слегка всплакнуть. Так что, да, для меня обычно иная ситуация. Герои не рыдают, автор не рыдает, никто не рыдает, а я утираю слезочки. Здесь же было категорически наоборот, и из-за этого мне было действительно как-то даже неуютно почувствовало себя сухарем, которому абсолютно не важны проблемы страдающих людей. Кстати, если вы эту книгу уже читали, напишите обязательно в комментариях, вы-то плакали. Это со мной что-то не так, или это осознанный авторский художественный прием дистанцировать своего читателя от того, что здесь происходит? Не знаю, я, честно говоря, такую подачу не очень поняла. Если вообще говорить о полюбившихся персонажах и о том, насколько вы смогли ими проникнуться, то даже главный герой здесь, честно говоря, не тянет на главного героя, скорее на рассказчика, которого мы встречаем в начале, у нас определенные ожидания, в итоге мы видим вообще совершенно другие события, а он лишь изредка вставляет какие-то свои комментарии. Конец книги меня, скажу прямо, разочаровал, потому что мы топали-топали и никуда не притопали, это несколько даже обидно. То умозаключение, к которому приходят герои, убийцы и так далее, ну все это было слишком очевидно и вообще не стоило вот такого длинного пути. Было поднято несколько интересных тем, ну и вообще в целом Дэвис пишет очень даже хорошо. Как видите, закладочки присутствуют. В книге звучат темы и метафизики, и литературы, наверное, даже в большей степени поэзии. Очень интересный абзац был посвящен теме снобизма. Кстати, давайте я найду его, попытаюсь найти и зачитать вам, потому что тема снобизма это вообще то, что лично мне очень интересно. Уж слишком негативную окраску на сегодняшний день несет этот термин. Вот. Снобизм, как и любое другое принятое в обществе чувства, обретает характер в зависимости от того, кто его испытывает. Считается, что сноб мерзкое существо, которое упивается мелкими, несущественными отличиями от других людей. Но можно ли назвать снобом человека, принимающего душ каждый день за то, что он сторонится другого, того, кто моется и меняет рубашку, носки и трусы раз в неделю? Неужели гурман обязан понебратствовать с варваром, считающим утонченной трапезой лепешку из рубленной плоти мертвых животных и бадью жареной картошки, вымоченной в уксусе? Неужто мы осудим женщину с первоклассной геммой в кольце за то, что она дурно думает о другой женщине, чьи пальцы унизаны фальшивыми бриллиантами? Ну и так далее. В общем, на самом деле, очень интересную тему здесь поднимает Дэвис, и, кстати, он много таких тем здесь поднимает, тему снобизма. Насколько вообще это адекватно, чувствовать себя лучше некоторых других людей в каких-то определенных категориях? Мне лично кажется совершенно адекватным в том, что гурман понимает, что его вкус в еде намного превосходит, например, мой вкус в еде, который, в принципе, абсолютно неизбирательный. И я не почувствую себя оскорбленной из-за того, что гурман прекрасно понимает, кто из нас лучше разбирается в вопросах питания. До тех пор, пока этот гурман не выстраивает все свое представление о человеке только исходя из его пищевых вкусов, мне кажется, все в порядке. То же самое, к слову, применимо и к литературе. Сам факт того, что мы признаем, что литература бывает разных весовых категорий, и бывают люди, которые читают литературу разных весовых категорий, на мой взгляд, ничего оскорбительного в этом факте нет. Вообще, тема снобизма очень сильно меня волнует всю мою сознательную жизнь, и, наверное, мне бы даже хотелось как-нибудь с вами об этом поговорить, о том, как я, в принципе, вижу эту проблему, но, скорее всего, это я унесу на бусте, чтобы не грузить вас этим на книжном канале. Да, уже очень сильно отвлеклась, давайте все-таки вернемся к Робертсу Дэвису и к этому роману. Да и, в общем-то, будем уже подводить некоторые итоги. Пока я читала эту книгу, она не вызывала у меня никакого восторга, никакого вау-эффекта, да, были классные моменты. Кое-что я уже цитировала скриншотом на той самой площадке, которую нельзя называть. В общем, в книге были любопытные моменты, закладки это доказывают, но никакого супер-впечатляющего эффекта не было. После того, как я книгу дочитала, отложила ее, прошло уже несколько часов, я поняла, что я вот перебираю в памяти события из этой книги, разные кусочки этой семейной сады, ту историю, эту, и понимаю, что, в общем-то, все эти истории на самом деле были интересны. Такие вот небольшие новеллы, которые в итоге связываются в единое полотно и показывают главному герою путь его семьи, начиная с 18 века. В общем-то, это неплохо. Если бы книга изначально в аннотации так и преподносилась, как семейная сага с налетом Мартхауса, где главный герой в виде призрака может проследить всю вот эту череду своих родственников, мне кажется, я бы ожидала от нее строго определенных вещей и получила бы намного больше удовольствия. Так что, теперь вы знаете, чего ждать, решайте сами, читать или нет. Для меня эта книга на крепкую четверочку и, в общем, совершенно не жалею еще раз повторюсь, просто великолепно. Ну и завершу сегодняшнее видео рассказом о книге Архана Помока «Чумные ночи». Вообще, эту книгу мы с вами читали вместе на совместных чтениях и этот отзыв подразумевался как отзыв со спойлерами. Но, если честно, никаких особых спойлеров сегодня не будет. Дело в том, что в этой книге не было каких-то таких неожиданных поворотов или странных поступков персонажей, о которых прям обязательно хотелось бы поговорить. Также тема, что хотел сказать автор, не стоит, потому что совершенно очевидно, что здесь хотел сказать автор. Вообще, на мой взгляд, книги в какой-то степени глубины, конечно, не хватило, если так немножко забегать вперед. Я бы не сказала, что автор ставит перед читателем какую-то дилемму, какую-то загадку, вопрос, о чем ты продолжаешь думать после прочтения. Этот роман рассказывает о выдуманном автором «Острове Менгер» и эпидемии чумы, которая произошла там в 1901 году. Роман написан, скорее, в такой документальной форме. Рассказчица в этой книге долгое время изучала различную документацию, относящуюся к данным событиям на острове. Наиболее тщательно она изучала письма принцессы Пакизе Султан. Из этих писем как раз-таки мы и узнаем о всех событиях, которые происходили на острове, потому что сама Пакизе Султан именно там и находилась во время эпидемии чумы и занимала достаточно высокий пост в разное время, что позволило ей видеть и политическую обстановку, и в том числе обстановку среди простого народа. Роман написан очень спокойно и обстоятельно. Мы постоянно видим некоторые документальные подтверждения тому, что нам рассказывается. И тут я соглашусь, это в целом очень даже классный и интересный авторский прием, но категорически не подошедший лично мне. Я очень люблю подобную документалистику и в целом сейчас очень даже нацелена на то, чтобы читать подобный нонфикшн. Но, к сожалению, о несуществующем острове и о несуществующей чуме читать именно вот в таком изложении мне было не особо интересно, потому что я постоянно держала в голове, что ничего этого не было и почему мне пытаются это продать как что-то настоящее. Автор прикладывает просто неимоверные усилия для того, чтобы сделать этот остров максимально реалистичным. Речь не только о тех самых письмах и прочих документальных сведениях, речь вообще о том, как именно построено это повествование. Это скорее некие нонфикшн или мемуары, собранные из разных источников. При этом здесь мне лично не хватило психологизма, очень сильно не хватило психологизма, не хватило главных героев, которым я бы по-настоящему прикипела, а не просто несколько за них переживала. Здесь, наверное, мне не хватило некой художественности происходящих событий. По аннотации к этой книге я знала следующее. Остров Менгер примерно наполовину населен мусульманами, наполовину населен православными греками. На этом острове разразилась эпидемия чумы и туда прибывает врач, который будет пытаться карантинными мерами эту чуму как-то сдерживать, ограничивать, в общем, обойтись малой кровью. Но, к сожалению, мусульманское население острова не готово всегда и во всем следовать заветам карантина, потому что собственная религия диктует им несколько другое. Согласитесь, ну, очень интригующая аннотация. Чего я ожидала от этой книги? Скорее, истории в духе ключей царства Кронина. Там у нас священник был сослан в Китае, где он должен был обосновать свою миссию, собственно, и чума там тоже была, и военные действия. В общем, это была история одного персонажа, очень цельного, интересного и харизматичного, за которым было невероятно любопытно наблюдать, история его борьбы с многими факторами окружающего мира. Здесь я ожидала подобного. Да, я думала, что будет восточный антураж, конечно, не совсем мне привычный и, как я сейчас понимаю, не особо меня все-таки интересующий, но я все-таки ожидала историю одного персонажа в большей степени, историю его борьбы, опять же, с местным населением, который не хочет соблюдать меры карантина. Я ожидала большое количество психологизма, потому что вы только представьте вот эту ситуацию, когда на тебе лежит невероятно огромная ответственность, и ты вроде прилагаешь все возможные усилия, но народ-то сам не хочет идти тебе навстречу. В общем, я ожидала совершенно определенного конфликта внутри персонажа в том числе. В итоге я получила скорее такие документальные сводки, да, в каком-то количестве психологизм присутствует, да, в каком-то количестве то, чего я ожидала, вот эти вот опускающиеся руки, невозможность повлиять на ситуацию, все это вроде бы есть, но знаете, так вот покасательный, просто слегка-слегка, но не получила я от романа тех бушующих эмоций, тех невероятных сопереживаний, ведь какая беда на самом деле, чума, люди просто пачками гибнут, а тебе дают вот какие-то вот скучные статистические сводки. Это как раз та ситуация, да, когда гибель одного человека это трагедия, а гибель сотен миллионов это статистика. Вот эта книга, она написана с точки зрения статистики скорее. Я думала, что я буду рыдать просто навзрыд над этой историей, что мне покажут вот эти вот страдающие семьи, покажут это отчаяние, эту безнадёгу. Да, есть, но опять же, как-то по касательной с точки зрения просто сухого упоминания, что вот на этой неделе умерла старушка, которая жила на этой улице, а вслед за ней умерла целая семья из четырёх человек в соседнем доме, а потом вот там вот ещё 20 человек умерло, и ты читаешь, у тебя глаза абсолютно сухие, переживаний никаких по этому поводу нет, но делает эту книгу плохой? Да нет, конечно, не делает. Очень хорошая книга для своего читателя. Если для вас психологизм это не самое главное в литературе, то, возможно, вам эта книга очень сильно понравится, потому что она действительно раскладывает по полочкам вот эту ситуацию чумы в строго ограниченном пространстве. Представьте себе остров, да, сбежать нереально никак, просто все пути закрыты, и ты остаёшься вариться вот в этом безумии. И, конечно, для нас с вами, переживших коронавирус, все эти карантинные меры, будут очень узнаваемы некоторые черты характера. Людей, которые ни во что не верят, которые не хотят сидеть дома, которые продолжают разносить чуму, которые уже даже зная о чуме все равно ходят, со всеми обнимаются. Вот такие вот сумасшедшие ребята, благодаря которым все развивалось в абсолютно бешеном темпе, которые просто не могли посидеть немного дома и как-то сдержать всю эту эпидемию. Очень интересный здесь был момент, когда власть в определенный момент уже просто приняла решение стрелять на поражение по всем людям, которые выходят из дома, когда был введен особо строгий карантин. Таких вот моментов интересных с точки зрения этики, с точки зрения морали, их здесь много. Давайте зачитаю вам небольшой фрагмент, чтобы вы примерно понимали, как эта книга написана. На самом деле, если не брать в расчет богатых образованных греков, значительная часть жителей острова никуда бежать не собиралась. Большинство мусульман, даже те немногие, кто знал, как заразна чума, не тронулись с места. Насколько справедливо было бы сегодня, через 116 лет, объяснять это нехваткой денег или возможностей, безразличием, фатализмом, бесстрашием, причинами религиозного и культурного характера. Мы пишем книгу не для того, чтобы объяснить это интересное явление, но скажем, что с острова уезжали те весьма немногие мусульмане, у которых имелись деловые связи, дома или родственники в Стамбуле либо из Мири. И если люди не бежали с острова, то главным образом потому, что просто не знали, какая ужасная катастрофа, которую мы опишем здесь строго следуя фактам, на них надвигается, и не думали о ней. Именно эта скудность их воображения и сделала катастрофу неизбежной, направила историю по известному нам, а не какому-либо иному пути. Согласитесь, весьма неплохо, весьма интересно и увлекательно, но в книге 670 страниц и, в общем-то, все они написаны именно в таком ключе. В целом, эта книга такой исторический нонфик о том, чего никогда не было. Насколько вам это близко, решать только вам. Понятно, что посредством этого острова, этой выдуманной истории Памук отобразил реальные ситуации появления чумы, некоторые реальные политические моменты, также определенно некоторые реальные исторические факты здесь тоже упоминаются, но насколько вам хочется именно такой подачи, решайте только вы. Если вы любите классическую художественную литературу, где путь героя и сам герой все-таки наиболее важны, то, возможно, это не ваша литература, как и в случае со мной. Но ничего плохого про книгу сказать не могу, написано очень хорошо, очень крепко. В целом, посмотреть на вот эту чуму в закрытом пространстве, на то, как все это развивается, мне, конечно, было интересно. Но, признаюсь максимально честно, книга меня довольно сильно утомила, и дочитывала я ее уже просто с мыслью, когда же все это кончится. На мой взгляд, Арханг Памук здесь несколько избыточен. Многие вещи повторяются раз за разом, раз за разом, и вы уже устаете от этого, вам хочется уже чего-то нового, хотя бы даже какой-то новой информации, но вы получаете по сути все одно и то же очень много раз. Чуть было не забыла упомянуть еще одну важную деталь, сейчас подведу. Книга начинается довольно неспешно, очень много каких-то политических, исторических моментов. Я уже успела порядком заскучать, когда вроде начали происходить более-менее интересные события, появились более-менее важные персонажи, и здесь происходит что-то совершенно неожиданное. Чтобы не проспойлерить, скажу так, один из очень важных людей на острове умирает. Причем это однозначно убийство, и неожиданно оказывается, что в книге есть детективная линия. Честно скажу, меня это расстроило. Я не особо люблю детективы, и вообще за них берусь очень редко, и под настроение. И да, я больше люблю детективы, которые детективы лишь постольку-поскольку, а в целом это скорее большая хорошая литература, но здесь опять же не сложилось. Вот буквально с самого начала мне было настолько неинтересно, кто именно убил этого человека, там сразу выстраивается несколько возможных вариантов. Либо те, либо другие, либо эти. И мне вот с самого начала повествования глубоко все равно, кто из них его убил. Для меня это вообще ничего не значит. Потому что действительно могли убить и те, и другие, и эти. И у всех действительно были свои причины это сделать. А кто это сделал в итоге, да какая мне разница? Честно говоря, вообще не могу представить, кого действительно восхитит эта детективная линия, как в процессе своем, так и в финальной разгадке. Если вы читали книгу вместе со мной, и детективная линия произвела на вас какое-то яркое впечатление, вам она действительно очень понравилась. И разгадка, и сам процесс расследования, и постоянные упоминания Шерлока Холмса, от которых у меня уже с дуга сводила под конец. Если вам все это понравилось, обязательно напишите, чтобы я просто знала, что такие люди есть. Я с удовольствием читала о том, как бушевала чума. Некоторые политические моменты и интриги были, конечно, интересны. Момент с восстанием, я думаю, что это не спойлер, тоже очень-очень классно прописан. И в целом вот некая патриотичность, кое-что, конечно, откликается в душе, что-то перекликается с историей нашей страны, что-то перекликается с тем, что сейчас происходит. Конечно, всякие разные флешбеки, отсылки, аллюзии, все это присутствует. Основная идея Памука, которая, как я понимаю, у него кочует из книги в книгу, это противопоставление двух таких разных миров, мира христианского и мира мусульманского. Причем здесь все это воплощено в такой закрытой площадке, камерной, и еще и в условиях чумы. Задумка, мне кажется, просто гениальная. Воплощение, ну, про него я вам все уже рассказала. Хорошее, в общем, воплощение, хороший роман, достойный своей Нобелевской премии Архангпамук, я уверена. У меня первое знакомство. Я еще хочу почитать «Имя мне красный». Думаю, что мне, возможно, та книга понравится больше. Не помню точно, есть ли какие-либо награды конкретно у этой книги, но точно есть номинация на ясную поляну этого года. Я бы свой голос за эту книгу не отдала, но в целом признаю, что книга такая мощная, глобальная, запоминающаяся в любом случае. И видно, что большая работа была проделана, действительно огромная. Я книгу в итоге на лайфли поценила на 4 из 5, и вовсе не потому, что, на мой взгляд, этот роман не достоин оценки в 5 баллов. Какой-то свой читатель поставит и 5 с плюсом, но вот лично для меня в моей субъективной картине мира, в моих читательских вкусах это вот твердая четверточка, не более того. И скажу честно, если бы я точно знала, как именно написана эта книга, я бы, скорее всего, читать ее не захотела. И в дальнейшем я бы тоже не хотела читать подобные книги. На любую тему, в том числе и на тему чумы, есть гораздо более близкие мне произведения. На этом я считаю, что мое знакомство с Арханом Памуком неплохо состоялось. Я еще попробую его почитать, но любимым моим автором он станет весьма и весьма вряд ли. Ну вот и все, друзья. Как и всегда, оставляю в инфобоксе ссылочки на все мои площадки. Обязательно переходите в Телеграм. У нас там довольно весело, как мне кажется. И о погоде можем иногда поговорить. Вообще такое ненапряжное общение. Как и всегда, огромное спасибо за любую вашу поддержку канала, за лайки, за комментарии, за добрые слова. И, конечно, отдельное огромнейшее спасибо тем, кто подписался на меня на Boosty. Ну и на этом будем с вами прощаться. Скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok